Привет! Это канал I Like Pet, я Таня. Вы считаете, что груминг необходим исключительно выставочным собакам? Или, быть может, вам кажется, что это слишком дорогостоящая процедура и вашему питомцу она не нужна? Или вы боитесь вести питомца на стрижку, потому что вам кто-то сказал, что во время нее нужен наркоз? В этом выпуске мы будем развеивать самые популярные мифы о груминге собак. Некоторые владельцы относятся к грумингу как к дополнительной косметической процедуре и ошибочно думают, что их питомцам это не нужно. На самом деле, правильный груминг не только придает животному красивый внешний вид, но и предотвращает многие проблемы со здоровьем у него. Давайте рассмотрим подробнее самые популярные мифы о груминге собак. Груминг это не только стрижка шерсти, это целый комплекс процедур. Сюда, кроме работы с шерстью, входит еще и стрижка когтей, уход за зубами, глазами, ушами животного. Все эти процедуры необходимы для поддержания красивого внешнего вида питомца и предотвращения у него проблем со здоровьем из-за неопрятности. Во время груминга никакой наркоз животным не ставят. Да, иногда животные плохо переносят груминг просто потому, что им не нравится, что их трогают инструментами. Но, как правило, большинство грумеров умеют договариваться с собаками и успокаивать их на время стрижки. Иногда приходится просить помощи хозяев для успокоения животных, но ни о каких медицинских обезболивающих речь не идет. Груминг нужен всем животным, ведь от него частично зависит их здоровье. Причем касается это как породистых представителей, так и беспородных лающих. Специалисты рекомендуют полностью стричь собаку, которая не участвует в выставках 3-5 раз в год. Гигиенические процедуры следует проводить раз в 3-4 недели. Купать собаку во время груминга специалисту и самому хозяину в домашней обстановке можно и нужно. Причем делать это необходимо со специальными шампунями. Человеческие для этой роли не подходят. Если собаку не купать, ее кожа начнет загрязняться отмершими клетками эпидермиса, пылью, кожными выделениями и станет идеальной средой для размножения различных микроорганизмов и на кожных паразитов. Если специалист нашел контакт с собакой и имеет большой опыт в своей сфере, груминг не будет доставлять вашему животному боль. При выборе грумера обращайте внимание на его образование, опыт работы и отзывы. В противном случае вы можете натолкнуться на специалиста, который не только может сделать вашему питомцу больно, но и навредить его здоровью. Цена груминга зависит от размеров и шерсти животного. В среднем в столице за приведение собаки в надлежащий вид специалисты берут 400-800 рублей. Если у вас большой алабай с плотной шерстью, заплатить придется чуть больше. Что ж, теперь вы знаете самые популярные мифы о груминге и точно им не поверите. Пусть ваша собака всегда будет иметь красивый внешний вид. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!